Да, я слышу, все хорошо, спасибо. Меня слышно? Да, мы слышим вас. Пожалуйста, вам слово. Презентацию видно? Да, мы видим вашу презентацию. Спасибо. Но мой доклад будет несколько в иной плоскости, чем ранее выступавший, очень великолепный, очень содержательный доклад, посвященный событиям Второй мировой войны. Мой доклад будет несколько в иной плоскости, он будет посвящен исторической памяти. И прежде всего, как историческая память трансформируется, воплощается в событиях, стоящих порой в пять и более столетий от того, как оно само произошло. Собственно, речь пойдет о знаменитой Куликовской битве, о том, какое оно значение имело в событиях Великой Отечественной войны и в том числе и в событиях современности. Но, конечно, ни для кого не секрет, что Куликовская битва является одним из крупнейших исторических событий Средневековья. Пожалуй, найдется немного событий в Средневековой российской истории, которая столь яркий след имеет в нашей российской культуре, в нашей российской истории, в военных, православных, народных, государственных традициях. Надо отметить, что уже в Средневековье сама Куликовская битва стала неотъемлемой частью почти всех древнерусских летописных сводов, отражавших события конца XIV века. Более того, надо отметить, что после событий Куликовской битвы появился целый цикл как летописных, так и литературных произведений, которые так и получили в нашей исторической науке название памятники Куликовского цикла. Это, прежде всего, пространные кратко-летописные повести, которые были созданы непосредственно сразу после самого события. Это великолепное литературно-поэтическое произведение середины XV века, ну, не будем спорить о датировках этого произведения, так называемая «Задончина», которая известна нам, по крайней мере, в шести списках, но и наиболее популярное, наиболее известное литературное произведение, такое, так сказать, повествование, такой исторический роман средневековый, рассказывающий нам о событиях Куликовской битвы. Это непосредственно, конечно, сказание «Мама побоище». Известно, так сказать, порядка десяти редакций этого произведения. Мы знаем, что известно более ста пятидесяти списков этого произведения, поэтому, действительно, это было одно из популярнейших литературных произведений не только в средневековой Руси, но и в новом и новейшем времени. Надо отметить, что, действительно, это был популярный сюжет, который вошел практически во все учебники, и исторические учебники, и 18-го, и 19-го, и 20-го веков. Надо отметить, что Куликовская битва оставила большой след в православной традиции нашего Отечества. Хорошо известно, что события Куликовской битвы связаны с именем одного из столпов православной веры России, одного из самых известных подвижников православия на Руси, Сергеем Радонежским. И события Куликовской битвы нашли достаточно большое отражение в житии этого святого. Хорошо известно, что именно с Куликовской битвой связано широкое почитание одной из святынь православия, иконы Донской Божьей Матери, которая по преданию православному побывала на Куликовом поле вместе с воинами Московской рати и обратно вернулась в Москву. Эта святыня использовалась уже впоследствии во время военных походов более последующих времен нашей российской истории. Также православная традиция связывает с Куликовской битвой возникновение праздника, поминовения православного войства, павшего за Отечество во все времена, так называемая Дмитриевская Радильская Суббота. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что герои Куликовской битвы и Владимира Серпуховской, и Дмитрий Донской, и Пересвет Аслябе стали святыми, месточтимыми святыми русской православной церкви. Конечно, нельзя не отметить и то, какое значение Куликовской битвы и ее герои отметились в событиях военной истории России, Руси и России. Но прежде, конечно, надо назвать 1480 год. Это великая стадия на Угре, противостояние Ивана Третьего и хана Ахмата, когда действительно была свернута иноземная зависимость русских земель от золотардынских ханов. Именно тогда ростовский епископ Васян Рыла обратился с воззванием к Ивану Третьему поступить так, как поступил в свое время Дмитрий Иванович, московский князь, его предок, его прадед, и также перейти реку Угру и встретить в решающем сражении ордынские войска вот в чистом поле. Иван IV во всех своих военных походах также возил с собой реликвии, связанные с Куликовской битвой, это и икона Донской Божьей Матери, это и, так сказать, правостях, который по преданию принадлежал Дмитрию Донскому. Кутузов в 1812 году даже писал о помещице Нарышкиной, которая спрашивала, нужно ли сохранять вот те редуты, которые остались под Мирославцем после сражения с Наполеоном. Он просил эти редуты не трогать в историческую реликвию, и при этом реку Нару сравнивал с рекой Непрядвы, где были остановлены полчища Мамай. Хорошо известно также то, что в событиях русско-турецкой войны в 1877-1878 годах русский генерал Черняев получил, когда он отправлялся на Балкан, получил знамя, которым патриотичные граждане вышли надпись, что это знамя такое же, как знамя, принадлежавшее Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Ну и, конечно, надо отметить, что традиция называть боевые соединения именами героев Куликовской битвы, она прослеживается во все времена новой новейшей истории нашей России. 11 боевых кораблей в составе российского военно-морского флота носили имена Дмитрия Донского, Пересвета, Асляби. Надо отметить, что и сейчас, вот, 51-й парашютно-десантный полк, базирующийся в Туле, носит подсчеты имена Дмитрия Донского, а также в составе Северного флота сейчас находится один из уникальных подводных тяжелых атомных ракетных крейсеров в мире Донской, который также несет боевое дежурство на северных рубежах нашей Родины. Два больших десантных корабля Тихоокеанского флота носят пересветы Асляби, которые сейчас находятся в составе этой эскадры на Тихом океане. Ну и, конечно же, значение Куликовской битвы отразилось в мемориализации этого события непосредственно на месте его совершения, на Куликовом поле, но об этом речь пойдет несколько ниже. А мы, конечно же, остановимся прежде всего на событиях Великой Отечественной войны и прежде всего 1941 года, когда действительно осенью 1941 года, в самый критический момент Великой Отечественной войны, когда враг стоял около стен Москвы, именно тогда, 7 ноября 1941 года в своей исторической речи на параде у стен Кремля Иосиф Сталин провозгласил то, что эта война будет справедливой и что воины в Красной Армии будут вдохновлять в этой войне мужественные образы наших предков. И среди этих образов Сталина как бы обозначил имя Миридонского. Этот момент достаточно был очень интересный, поскольку если мы с вами обратимся к нашей историографии довоенной, советской, марсистской историографии, ну, в частности, если мы возьмем с вами учебник Покровского, то на страницах этого учебника мы найдем упоминание о Куликовской битве, и то только лишь один раз, и то в связи с событиями 1480 года, то есть события вообще не получили никакого поражения вот в учебнике истории. Сама, так сказать, личность Миридонского рассматривалась как безвольная игрушка в руках московского боярства, которая, так сказать, вертела им как хотела, то есть, в общем-то, роль Миридонского была в марсистской истории была незавидной. И вот не случайно, как бы, советское руководство вот эти критические месяцы первого года войны обратилось к памяти известных полководцев и политических деятелей более ранних эпох русской истории, поскольку действительно вот именно этот момент и действительно сама война, тяжелая, кровопролитная, требовала патриотического вдохновления и вдохновления русских воинов, идущих на фронт и воюющих в рядах Красной Армии. И, конечно, как бы понятно, что важнейшая составляющая часть этого составляли личные примеры воинов Красной Армии, которые, так сказать, совершали подвиги во время боевых действий. Но наше руководство, к счастью, поняло, что не только вот современность может играть роль вдохновления, воодушевления наших воинов. Огромный потенциал, воспитательный, патриотический потенциал носит вообще русская история. Вот именно тогда, в эти критические моменты наших событий 1941 года, и появились на свет Александр Невский, Дмитрий Донской и Кузьма Минин, Пожарский, наши полководцы, известнейшие Суворов и Кутузов. И не случайно именно в этот день, тогда же 7 ноября 1941 года в газете «Правда» была опубликована статья уже упоминавшегося здесь Алексея Толстого, которая называлась «Родиной», где он действительно писал о Москве, писал о том, что действительно после Куликова поля Москва становится сожженчением сердца всей русской земли. Поэтому вот именно события Куликовской битвы вот таким образом нашли свое преломление в истории нашей борьбы во время битвы за Москву 1941 года. Конечно, надо сказать все о том, что и вот эта позиция руководства отразилась в самых различных проявлениях. Это, конечно, были и окна ТАСС, и различные плакаты военного направления, которые массово упускались в это время в России, в СССР. Конечно же, надо отметить и очень известный роман Сергея Бородина от «Бриды Донской», который вышел в 1941 году в самые тяжелые, опять-таки, критические моменты нашей военной кампании Великой Отечественной войны. Известно, что он был достоин Сталинской премии, так Сталина отметила значение этого романа в истории, в культуре нашей, в военной культуре нашего того времени. Надо сказать о том, что издание только во время войны выдержало 9 изданий. Оно расходилось с гигантскими тиражами. И вот достаточно такой яркий пример, когда в осажденном Ленинграде, в блокаде в Ленинграде в 1942 году, тиражом 50 тысяч экземпляров, этот роман был издан. Ну, надо отметить, конечно, что и не только «Бриды Донской» роман был выпущен «Бриды Донского». Вообще, в различных издательствах советских издательств от того периода времени выпускались небольшие брошюрки такие, которые, в общем-то, отправлялись на фронт, которые рассказывали о различных событиях русской истории, о героических личностях, полководцах русской истории. Для них, конечно, был «Бриды Донской» и «Куликово поле». Ну, и не, конечно, не сказать о том, что и, так сказать, нельзя отметить и сами боевые действия на «Куликовом поле». Они также имели достаточно очень такое важное отражение в боевой хронике, в воспоминаниях ветеранов, поскольку это был южный фланг боевых действий с битвой за Москву. Вот в ноябре 1941 года, когда немцы потерпели поражение в таком, так сказать, «блицкриге», попытки взять сходу город Тулу, Гудерян предпринял обходной маневр. Он, так сказать, оставил заслон около самой Тулы, а сам, так сказать, перегруппировал свои силы, обошел с юго-востока Тулу и, так сказать, двинулся, так сказать, на Москву через Каширу. То есть направление немецкие войска взяли на Каширу. Вот получилось так, что, так сказать, от Ивана озера до Епифаи, то есть непосредственно, так сказать, на самом участке наступления немцев, русских советских боевых частей практически не было. Вот. И только лишь под Сталиногорском удалось остановить врага. Вот. Надо отметить, что, действительно, были затяжные бои. Конечно же, по интенсивности их нельзя было относить с боями на Мородинском поле, но, тем не менее, на Куликовом поле также велись боевые действия, которые отражали всю, так сказать, напряженность и, так сказать, всю драматичность событий того периода времени. Ну, хорошо известно, что и на южном фланге 13-14 декабря также начались боевые действия. В Куликовом поле освобождали войска 61-й и 10-й армии. Вот. Надо отметить, что при отступлении, как и везде, немцы сжигали населенные пункты, в том числе и сжигали населенные пункты Куликова поля. На Красном холме, где располагались памятники Куликова поля, немцы выломали из храма Сергея Радонежского чугунные, так сказать, литые решетки, выломали врата. Они собирались сделать в храме довгоременную коневую точку. В среде местного населения ходила легенда, достаточно имеющая под собой большое основание, что немцы хотели взорвать памятник колонну Дмитрию и Донском. Но это было, прежде всего, связано с тем, что это был хороший артиллерийский ориентир для пристрелки орудий, который был виден на расстоянии десяти километров. Поэтому, действительно, как колокольни в храмах, так и вот такие высотные объекты старались, в первую очередь, уничтожить, чтобы не дать вражеской артиллерии противнику пристрелять свои орудия, имея вот такие хорошо определяемые по высоте ориентиры. Но быстрое выступление Красной армии также сорвало планы гитлеровцев по уничтожению памятников Красного холма, памятников Куликовской битвы. Надо отметить, что все проходящие мимо Красного холма военные части обращали внимание на памятники Куликовской битвы. И офицеры старались донести до рядового состава, что они находятся на историческом месте, где расположены действительно памятники, относящиеся к героическому прошлому нашей страны. И мы не должны дать фашистам пострамить эти памятники. Вот эти воспоминания хорошо известны Рожкова, военного фельдшера одного из артполков, наступавших на Куликовом поле. Это и воспоминания инженера капитана Суходольского, который также со своей боевой частью проходил мимо Красного холма. То есть Куликово поле стало ареной событий, драматических событий не только шести веков назад, но и 1941 года. И также эти боевые события также являются важной боевой страницей в событиях битвы за Москву. Одно из ярчайших событий, связанных с воплощением памяти о Куликовской битве, стало создание так называемой танковой колонны Дмитрия Донского. Как известно, в годы Великой Отечественной войны советское руководство, прежде всего Сталин, все-таки повернулись лицом к православной церкви. И это было связано с тем, что нужно было задеть максимально все ресурсы, все идеологические ресурсы, которые могли бы нам помочь в битве с врагом. И православие, православная церковь в этом отношении обладала огромным потенциалом, который в том числе и воплотился вот в этом событии, оставшем яркий след в событиях Великой Отечественной войны. В конце декабря 1942 года митрополит Сергий обратился к православным, к верующим, с тем, чтобы собрать средства на строительство танков, которые так нуждались в Красной Армии, действующей Красной Армии в борьбе с фашистской Германией. И надо сказать, что в кратчайшие сроки были собраны гигантские по тем временам суммы, но опять-таки Ленинградская епархия в условиях блокады, очень такой яркий пример, собрала практически, по данным более трех миллионов рублей. Вообще было собрано более 15 миллионов рублей, на которых на Челябинском танковом заводе было построено 40 танков. Из них были 19 танков Т-34-85, но это уже как бы модификации танков с решающего этапа войны. И очень интересно, что 21 танк из этой танковой колонны, они были огнеметными танками. 7 марта глубоко символично, что именно под Туло, на земле Куликово поле, около деревни Кагарелки в 1944 году состоялась передача вот этих боевых машин частям Красной Армии. Обыкновенные танки, так сказать, были переданы 38-му танковому полку. Огнеметные танки были переданы 516-му танковому полку. Ну, известно, что 38-й танковый полк воевал на 2-м украинском фронте. Он принимал участие в Оманско-Баташанской операции. Освобождал юго-запад Украины, Бессарабии. Особо отметился в форсировании Днестра и выходе государственной границы СССР. Надо отметить, что даже вот 38-й полк, специальный батальон был создан, который начинал имя Донского. Имя там воевали танки, которые были переданы, вот эти танки, которые были переданы на деньги, пятьсот на деньги, построены на деньги верующих православных русских того времени. Вот, после, конечно, его судьба была несколько иной, поскольку большинство машин погибло. В боях, так сказать, сам полк был переформирован, и уже, так сказать, его история продолжилась уже после войны. Очень интересная история 516-го огнеметного танкового полка. Он попал в состав 1-го Белорусского фронта, принимал участие в Бобруйской и Люблинско-Брестской от наступательных операций Красной армии, освобождал Польшу, воевал в Германии, дрался на южных подступах к Берлину. Очень известно, что за бои у Зиевских высот полк был награжден орденом Красного знамени. Более 50 танкистов этих двух воинских частей были рождены орденами и медалями Советского Союза. То есть это, как бы, действительно были героические машины, героическая история танков, которые носили в своих башнях в городе имя Белорусского. Ну, известно также, что после войны, уже в наше время, благодаря патриарху Алексию Второму, один из зацелевших танков, который имел название Белорусского, был перевезен на территорию Даниловского монастыря в Москву и там установлен как памятник вот этой памятник единения православной церкви, русской православной церкви и Красной армии. То есть, таким образом, вот появилась и мостик перекинулся и в современность. Но значение Куликовской битвы в истории России и его героев также сказалось и в том, что уже в 90-е годы прошедшего столетия на Куликовом поле был создан федеральный музей-заповедник Куликово поле, который также, так сказать, развернул большую патриотическую работу, связанную сражением событий 1941 года и 1382 года на, так сказать, непосредственно, так сказать, на самом Куликовом поле. В частности, одной из такой акций стало перезахоронение, так сказать, в братской могиле двух останков двух бойцов, безымянных бойцов Красной армии, павших на Куликовом поле, при обороне Куликового поля. Вот эти, так сказать, бойцы были похоронены на аллее памяти единства. Это на мемориале около Слея и Дода Непрядбы, как хорошо известного географического ориентира, связанного с Куликовской битвой. Вот, на одном конце аллеи расположен память Берегу Донскому. Вот, на другом, вот это как раз могила безымянных бойцов. Вот такая вот незримая связь времен. Во времен получилось у нас символическое, на одном из мемориалов Куликовской битвы, Куликово поле. Вот, между этими двумя точками располагаются памятники Аберийских городов-героев, участников Куликовской битвы, то есть тех, так сказать, ратников, которые из различных городов Луси пришли сражаться на Куликовом поле. А вот, надо отметить, что патриотическая работа выражается в самых разнообразных видах и формах на Куликовом поле. Это военно-спортивная игра «Маш-бросок» Куликово поле, когда порядка 15-20 команд школьников из различных районов Тульска, Рязанска и Липецка областей съезжаются на Куликово поле и проводят там скопативные состязания, которые приурочены в Дню Защитника Отечества. Это, конечно же, и ставшая уже хорошей традицией на Куликовом поле осенние проводы в армию, которые приурочены к 4 ноября Дню Единства и Независимости России, народного единства. Это, конечно же, и праздник годовщины Куликовской битвы на Куликовом поле. Это целый цикл воинских ритуалов, это и возложение венков к памятнику Дмитрию Дванскому, это и военные парады, выставки боевой техники современной на Красном холме, это и принятие присяги, это и, собственно говоря, награждение отличившихся воинов на Куликовом поле. То есть это целый такой большой цикл блок мероприятий, связанных с современной армией и, конечно же, мы не могли не отразить это все с точки зрения 1380 года, поскольку одним из центральных эпизодов праздников на Куликовом поле является показательный эпизод средневекового боя, как выглядел средневековый бой эпохи Куликовской битвы на Куликовом поле. Но это, конечно же, проведение Дня России на Куликовом поле, самые различные, то есть как бы вручение паспортов и силовой экстремы целый ряд других мероприятий. Это и акции Зеленой Дубравы, когда осенью мы приглашаем всех желающих приехать на территорию поля Куликовской битвы, и на месте исторической Дубравы, которая сейчас во многом, конечно, была распахана в прошедшие времена, теперь мы ее устанавливаем в исторических границах. Сейчас каждый желающий может приехать и посадить свой дуб на месте исторической Зеленой Дубравы, где скрывались воины засадного полка, решившие сход сражений. Ну и, конечно же, это военно-исторический фестиваль на Куликовом поле, который приурочен годовщинам Куликовской битвы. Ежегодно порядка 300-400 реконструкторов, средневековых реконструкторов приезжают на территорию фестиваля с тем, чтобы провести свою фестивальную программу, достаточно большая конная составляющая. Ну, любой турист может прийти на территорию лагеря, посмотреть, как происходят различные турниры, конкурсы фестиваля, окунуться в средневековье, посмотреть, как ковалось оружие, в чем ходили и как выглядели средневековые ратники Руси и Орды того периода времени. То есть достаточно такая насыщенная, увлекательная программа, которая также позволяет нам создать времена Средневековья, времена эпохи Куликовской битвы. И, естественно, все эти мероприятия направлены на то, чтобы как можно более, так сказать, увлекательно, красочно представить, так сказать, все возможные направления взаимодействия, задействия военно-исторического и патриотического потенциала Куликового поля. Но еще одним таким примером является фестиваль авторской патриотической песни, который также ежегодно проходит у нас на Непрядве. Вот это еще одно мероприятие направлено на то, чтобы объединять на Куликовом поле всех интересующих современной и средневековой истории с тем, чтобы действительно посетители Куликового поля получили тот необходимый заряд патриотизма, который так нам сегодня необходим в наше современное сегодняшнее время. Ну и, пожалуй, наверное, венцом одним из последних событий, очень значимых событий на Куликовом поле, стало создание нового большого музейного комплекса с новой большой современной экспозицией, посвященной Куликовской битве, где в зале значения Куликовской битвы в истории России также представлены материалы, связанные с 1941 годом, с Великой Отечественной войной. Всех желающих приглашаю на Куликовом поле увидеть воочию то, что я попытался сейчас кратко и, может быть, несколько сумбурно рассказать о том, что действительно как Куликово поле вошло в нашу историю, в события Великой Отечественной войны, в события современности. Но, опять-таки, всех жду на Куликовом поле, поскольку это действительно одно из трех ратных полей России. Спасибо за внимание. Видите, даже раньше по ложному времени уложился. Вопросы будут? Да-да, сейчас, буквально секундочку. Здравствуйте, Станислав Малинов, КФО «Первый курс международных отношений магистратуры». Вообще, очень-очень-очень интересная презентация. Было объяснено очень интересно, очень понятно. И можем сделать такой итог. Во-первых, Сталин — это один из основных деятелей советского и российского патриотизма. И второе, учитывая то, что Советский Союз основался в основном на идеях Ленина, а Ленин, насколько мне понятно, он не предусматривал такое влияние патриотизма, наоборот, на интернационализм. И в чем заключается этот поворот политики Иосифа Сталина к патриотизму и к древней истории России? Ну, там я не был вспоминан то, что он создал разные народы в Советском Союзе. Ну, и также во время Второй мировой войны обращался не только к Кульковской битве, но и к другим событиям. Например, когда Александр Невский победил немецких тевтонцев. Спасибо. Давайте я попробую назвать на первый вопрос для начала. Ну, понятно, что я уже говорил о том, что если мы с вами посмотрим историографию довоенную, пожалуй, наверное, только уж перед самой войной начали вспоминать действительно о том, что существуют вообще истории до семнадцатого года, по большому счету. Ведь мы с вами помним, что преподавание истории вплоть, если я не ошибаюсь, не изнять память, до тридцать четвертого года вообще было запрещено в высших учебных заведениях. То есть вообще отечественная история была в загоне. Я уже говорю о том, что действительно все ряд фактов показывают, что вот эти марксисты двадцатых годов, они пытались переначать, переписать историю с точки зрения того, как им хотелось это выскать, с точки зрения тех целей и задач, которые стояли перед Советской войны в тот период времени. И поэтому они, соответственно, целый ряд событий трактовали таким образом, чтобы это было, так можно ближе лежало к марксистской диалоге. Что касается, насколько был бы Сталин патриотом или интернационалистом, но Сталин вообще, конечно, обладал определенным политическим чутьем, и надо об этом прямо говорить. Иначе бы он столько не сумел бы, во-первых, не сумел бы занять такой пост в политической элите СССР того периода времени и продержаться вплоть до своей смерти у поста своего государства. И вот то, что именно в первый этап войны с гитлерской Германией вспомнили о русской истории, о ее славных военных боевых традициях, о тех выдающихся победах русского оружия, начиная со средневековья, то понятно, что, может быть, это было даже не от хорошей жизни. Потому что время было такое, время было трагическое, суровое, так сказать, смертельная опасность над Советским Союзом, и поэтому, я еще раз повторяю, нужно было задействовать все возможные ресурсы для поддержания духа боевого настроя воинов Красной Армии. И здесь, конечно же, возвращение к истокам нашей русской истории и, опять-таки, то, что был избран патриарх русской православной церкви, что патриархия получила определенное содействие и в организации разрушенной православной церкви, и в восстановлении определенных основ православной церкви. Ведь в 30-е, 20-е, 30-е годы мы знаем, какой огромный вред был нанесен православной церкви, и восстановление этих позиций – это тоже был один из ресурсов, задействованных в борьбе с, так сказать, с ненавистным врагом. И, так сказать, православные церкви, православные священники принимали самоактивное участие в событиях политической войны, и в партизанском движении, и в действиях на фронте и в ТУ. И это тоже, так сказать, не случайно было сделано. Такая смена политического курса действительно имела место быть в тот период времени. что касается второго вопроса, то, конечно, надо сказать о том, что Дмитрий Донской и, так сказать, его соратники, они действительно имели, так сказать, определенное влияние на последующие события русской истории в том отношении, что они всегда являются… этот подвиг на Куликовом поле, он стал неотъемлемой частью русской отечественной истории. И все последующие события нас в этом убеждают. Существуют целые монографические работы, историографические исследования, посвященные этому вопросу, который нас убеждает в том, что, действительно, во все времена, так сказать, Куликовская битва была одним из таких объединяющих, так сказать, совущих на борьбу с наземными захватчиками, во все времена переведу русскую историю. Но я бы, наверное, как-то вот так ответил на эти вопросы. Пожалуйста. Спасибо огромное за столь увлекательную лекцию.